5 том книги открытым оком вопрос номер 1428 тема проповедь благовестия есть ли сегодня настоящее миссионерство где-либо меня интересует православное миссионерство насколько оно эффективнее сектанского и католического и как к этому научиться сегодня отвечает игнатий тихонович лапкин миссия ответственное задание роль поручения миссионер духовное лицо посылаемая церковью для распространения своей религии среди иноверцев вообще человек распространяющий среди других учения какой-нибудь религии секты вот что говорит о миссионерстве библии евангелие от марка 16 глава 15 стих и сказал им идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари евангелие от луки 4 глава 18 стих ду господин на мне ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем проповедовать пленным освобождение слепым прозрение отпустить измученных на свободу первое послание коринфянам 1 глава 17 стих ибо христос послал меня не крестить а благовествовать не в премудрости слова чтобы не упразднить креста христова послание к римлянам 15 глава 19 20 стихи силою знамений чудес силою духа божия так что благоествование христово распространено мною от иерусалима и окрестности до иллирика притом я старался благовествовать не там где уже было известно имя христово дабы не созидать на чужом основании деяние апостолов 8 глава 4 стих между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слова первое послание коринфянам 9 глава 22 стих для немощных был как немощный чтобы приобрести немощных для всех я сделался всем чтобы спасти по крайней мере некоторых евангелие от мотфея 24 глава 14 стих и проповедано будет сие евангелие царствие по всей вселенной во свидетельство всем народам и тогда придет конец апостол павел едва заканчивал одно миссионерское путешествие как уже командировка в другую страну послание к римлянам 15 глава 28 стих исполнив это и верно доставив им сей плод усердия я отправлюсь через ваши места в испанию чем он там занимался какие опасности ждали его в миссионерских трудах стремились ли они людей поставить в храмы или у крестов на горе или все же несли весть о распятом воскрешем первое послание коринфянам 2 глава 2 стих ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего кроме иисуса христа и притом распятого разве этих слов православные игумены и батюшки не читали почему же не делают сравнение с писанием чтобы во всем уподобляться апостолам почему же так и бродит где-то по развалинам где храм был какая и какого века архитектура где какая птичка цвенькнула на молитве рядом как малые юродивые дети ведут себя и в вопросе миссионерства необходимо каждый шаг сверять с писанием чтобы и других этим путем спасительным вести а если не по писанию тогда по блевотине измышлений бродят хотя бы наши самоиспеченные пирожки традиции и во рту прихоти таяли первое послание тимофею 4 глава 16 стих вникая в себя и в учение занимайся сим постоянно ибо так поступая из себя спасешь и слушающих тебя можете читать годами сегодняшнюю периодику старообрядческую или новообрядческую патриаршу или зарубежную и ни шага ни вздоха по миссионерству чтобы точно по указаниям духа святого в библии стремились поступать только бы им выдуманные маршруты к бывшей святыне и там прикоснуться и впитать в себя здесь же в этом сквозит неприкрытое язычное и а языченное опоганенное лжеправославие не порошинки нет по писанию им бы только бы провозгласить кого-то где теперь шатаются как пьяные святым пересвятым пересветом и съесть кусочек того мужества и вобрать это в себя язычество и шаманство под христианской оболочкой и в душистой приправе книга пророка исаи 19 глава 14 стих господь послал в него дух опьянения и они ввели в заблуждение во всех делах его подобно тому как пьяный бродит по блевотине своей ничего не добавляя воспроизведу из двух публикации православных и из двух сектантских и такое вот во всех их изданиях подобное напечатано перечитайте несколько раз все вышеуказанные места священного писания и сравните у кого по писанию а у кого по традициям по корням по преданию и по привычке сначала два материала истинно православных село во сливка у вас ленка 20 декабря 1999 год года по пути из села стародуб в москву посетили село во слинка каширского района московской области местная жительница рассказала что здесь была церковь во имя святой троицы ее закрыли в 1930 году а сейчас на месте храма яма и поросший кустарник сохранился дом последнего настоятеля село во слинка живописно расположилась на берегах речки во слинка и протока матвеевка в 29 верстах от каширы в этом селе храм существовал с 16 века в 1910 году в селе открыли для крестьянских детей церковно-приходскую школу приход села состоял из нескольких деревень тапканова маслова дубакина и колдина в двухтысячном году на рождество христово впервые после долгих лет забвения молились под открытым небом на месте разрушенного троицкого храма для небольшого поселка в несколько домов пришло много людей человек 10 15 отрадно что людские души и тянутся к богу соскучились по молитве во время молитвы была тишина все внимательно слушали не разговаривали и даже ветер стих на девятом часе запела птичка а точнее пропела две-три нотки и все тихо день был морозный солнечный но холод холода никто не чувствовал от соборной молитвы и очевидно благодати которая разлилась в этой в этот великий праздник было тепло и радостно после обедницы люди вспоминали что храм был большой пятиглавый красивый вторая служба это ночная пасхальная народу собралось человек 25 было праздничное настроение люди стояли с зажженными свечами большая часть людей хотя приезжают только на лето все равно хотели бы видеть возрождение храма либо часовни ведь корни их тут в родном селе на святую троицу престольный праздник привезли поклонный крест и вычитали часы и обедницу а потом читали акафисты животворящей троицы людей пришло около 30 человек на успение божией матери мы молились у поклонного креста который поставили сами жители все не деревьев необыкновенное чувство благодати и радости следующая поездка на введение во храм пресвятой богородицы народу заметно поубавилось пришли несколько старушек с палочками но для нас и эта радость что они не забывают приходит к кресту помолиться кто как может молитва теплые встречи с людьми и природа все это согревает души человеческие большая духовная радость от таких поездок несмотря на трудности и искушения в селе во сленка каширского уезда 29 октября 1904 года родилась просковья емельяновна схемонахиня даниила старейшая прихожанка свято данилова монастыря ее семья помогала даниловцам в трудные двадцатые годы а в тридцатые годах у них скрывался архиепископ феодор настоятель данилова монастыря а также отец серафим отец тихон отец стефан отец димитрий и отец игнатий в 1942 году просковью емельяновну арестовали и осудили на пять лет скончалась она в девяносто пятилетнем возрасте 25 октября 1999 года ее мать тоже была пострижена в монахини с именем мария 24 ноября 2002 года иеромонах амвросий настоятель храма в селе стародуб совершил освящение поклонного креста шарапанова нина член общины берсеневские страницы номер 5 2002 год издание приходской общины храма святителя николы на берсеневке города москвы 109072 москва берсеневская набережная 1822 телефон 95908 62 следующая статья поездка в киржач 30 августа 30 августа группа прихожан с отцом кириллом побывала на древней владимировской земле по пути остановились в анискине у церкви рождества божией матери в этом храме находится редчайшая икона четвертого века явление божией матери преподобному сергию нужно отметить еще и замечательный и иконостас в древнем русском стиле и гостеприимство служащих храме запомнилась деревня храпки дом нашего прихожанина игоря ковалева который батюшка осветил и вечерняя в деревне на месте разрушенной часовни в честь покрова божией матери через много лет здесь вот зазвучала молитва под открытым небом какая-то птичка не умолкая пела всю службу на господи во звах воскурили ладан и дымом благоухания наполнилось место нашей покаянной молитвы ко господу за наших предков порушивших часовню необычайное чувство благодарности господу испытывает сердце в этот момент за возможность помолиться на этом месте дача игоря ковалева небольшой деревен деревенский домик обшитый внутри деревом на полу везде ковры очень уютно по-домашнему но самое большое укрепление это радушие хозяйки анны его матери после освещения сели за стол уставлены яствами и украшены нашими сестрами и улей и тамарой трудившимися с раннего утра пришла соседка игоря старушка она она принесла нам пироги испеченные в русской печи пирожки таяли во рту рассказала нам простыми бесхитростными словами о жизни деревни на владимирщине о том как брошена техника поля не засеиваются скотина осталось немного мужики пьют молодежь тоже спивается самогоном встали из-за стола помолились и пошли в лес панорамы замечательные виды облака небо далеко видно замечательный сосновый бор лес напоминает парк мягкость стелющаяся трава как большой зеленый ковер нигде не видно сухого валежника чисто тихо сели на бревнышко почитали священное писание вечером нас ожидала приятная русская баня утром рано проснулись и по машинам поехали в благовещенский киржачский женский монастырь по приглашению настоятельницы матушки марии по дороге иисусова молитва за полуночницу на службу попали к шестому часу молча разошлись в разные стороны сестры налево братья направо в конце литургии священник отец геннадий произнес глубокую проповедь патриотического направления о детях мы были приятно удивлены узнав из проповеди что сегодня те за именинство святого праведного ивана кронштадтского а мы в подарок матушке привезли его портрет в монастыре нас хорошо встретили везде были званные гости по окончании литургии пошли к обрыву берега реки киржач увидели чудесную панораму фотографировались настоятельница с большим вниманием встретила батюшку и нас представила к нам послушницу секретаря и улью тихим повествовательным голосом с большой любовью к всему святому месту матушки марии сестрам которым пришлось положить немало трудов на восстановление храмов начала свой рассказ иулия в истории жизни обители обнаружилось много общего с берсеневкой 14 век захоронение останков братья монастыря с восьмиконечным большим деревянным крестом высокая колокольня даже своды подвального помещения под храмом одинаковые труды тяга к духовной жизни общность взглядов на и и иконопись русское благочестие не те на те или иные события проблемы отказ от и н н н родственность душ чувствовалось во всем монастырь 14 века его основал преподобный сергий радонежский удивительно что небольшой состав монахини восстанавливает монастырь это светлая благодать разливается на всех сколько же было трудов слез и молитв монастырь представляет собой очень интересный архитектурный ансамбль в храме всех святых божиих 19 века находился в советское время хлебозавод внутри очень сильно без обезображен больше всего понравился храм всемилостивого спаса где находятся мощи преподобного романа киржачского ученика преподобного сергия после трапезы нас привели в этот храм приложиться к мощам преподобного романа мы пропели знаменным распевом величане и подходя парами с земным поклоном приложились к святым мощам затем нас повели на колокольню колокольная высокая 56 метров наверху был сильный ветер посмотрели с высоты на панораму города в киржаче еще два храма есть недавно монастыре обнаружили основание часовни и колодца сооруженного преподобным сергием на этом месте сейчас восстанавливают часовню и колодец а храм преподобного сергия который был наверху разрушен на этом месте установлен поглонный крест и неугасимая лампадка большое впечатление произвел на нас иконостас храме благовещения затем чай в гостевой с матушкой расставания отец кирилл дарит на прощание свою лестовку матушки марии а антонина такую же лестовку послушницы иулии прощаемся с монастырем сели в машины нас провожали двое настоятельница монахиня мария и послушница иулия у обеих в руках лестовки такие же как и те по которым когда-то молились преподобный сергий и преподобный роман они явились той невидимой нитью которая соединила нас во времена газ во времени господнем с 14 веком матушки стояли рядом на фоне высоких въездных ворот монастыря и ждали нашего отъезда не хотелось расставаться с ними помоги им господи и матерь божия их в их трудах и молитвенных подвигах слава богу за все берсеневские страницы номер 10 2001 год отца кирилла сахарова нужно сравнивать с тем что говорит библия и насколько похоже то читаем у каждого что читаем у каждого что они сами себе пишут ведь это же не враги их про них наводят такую уничижительную критику а теперь заглянем сектантские журналы объемом по 50 страниц и такое из года в год у них печатают и на весь журнал и на каждый месяц читаешь и дух захватывает как будто с апостолом павлом побываешь скажут сразу так они же еретики сектанты тогда тем величественнее все это выглядит что если сектанты так стремятся миссионерством заниматься то с нас то будет спрос по строже чем с них и не будут ли они на суде божиим судьями на евангелие от луки 11 глава 31 стих царица южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости соломоновой и вот здесь больше соломона в опасностях на веках благовествуйте со дня на день спасения его возвещайте в народах славу его во всех племенах чудеса его псалом 95 стих 2 3 внимая слову господню снова и снова возвещается спасение народом живущим на таймырском полуострове сообщает благовестник четыре года подвязающийся в этом северном крае весной 1999 года из-за резкого таяния снегов уровень воды в реке енисея поднялся на 23 метра поводок был грозный людей выселяли в поселке левинские пески дома скрылись дома скрылись под водой по крышу сотрудники из министерства по чрезвычайным ситуациям собирали пострадавших с крыш домов на вертолетах радостно было услышать что уверовавшая женщина узнав о приближающемся поводке прежде всего вынесла и спрятала библию ее жилище пострадало меньше всего а в дом торговца спиртным льдина ударила так что расколола дом и вода унесла его как щепку за две недели до бедствия группа тружеников благоествовала спасение в левинских песках стараясь каждому донести весть что господь не хочет смерти грешников поселок караул тоже пострадал от наводнения в нем живет недавно уверовавший брат у него нет ни рук ни ног отморозил отчаявшись он решил покончить жизнью отравился но жители отправили его в дудинскую больницу а там каждый понедельник проводится евангелизационное служение он был прилежным слушателем и обратился господу стихийное бедствие приблизи приблизилась к его дому дом ближе всех расположен к реке но господь защитил свое дитя лед остановился в 50 сантиметрах от крыльца его дома вода не подняла даже пол этим чудом господь укрепил веру брата и осенью 1909 года он принял крещение мы благовествуем без перерыва весь год несмотря на непогоду и бездорожье лето 1999 года было благословенным свидетельствуя господи мы четверо братьев побывали в двадцатом в двадцати поселках в прежние годы посещали только восемь девять на одно и двух моторные лодках мы прошли вдоль рек от норильска до хатанги это 1100 километров в один конец из них два километра и 200 метров тянули груженные лодки в одной 500 килограмм топлива и литература в другой 900 килограмм груза волоком по суше 18 часов без отдыха и сна донимали комары отправляясь на служение мы понимали что благовестие будет сложным мы не раз проходили эти места знаем свои нравные характеры река и озер знаем что такое техническая технические неполадки и в дороге и другие непредвиденные трудности братья и сестры нашей церкви постились о нас сменяя друг друга 45 дней потому что тоже понимали что евангелизационное служение немыслимо без усердных молитв и постов войдя в озеро пясина мы удивились его спокойствию что бывает весьма редко значит впереди нас ждет что-то опасное подумали мы и не ошиблись лед еще не сошел 4 июля трудно поверить но еще труднее преодолеть ледяное поле лет лед толстый ломать тяжело полтора километра пробирались сквозь льды вода конечно холодная костюмы мокрые костюмы мокрые тепло разумеется не держит ждали несколько дней пока сойдет лед а когда тронулись в путь попали в сильный шторм страшно бушевала житейское море внутри все замирало лодки не могли подняться на волну много встречалось водяных ям но никто из нашей группы не знал как их обходить мы старались держаться вместе но не получалось налетевшая огромная волна разлучила нас и мы потеряли друг друга из виду пробовали пристать к берегу чтобы отдохнуть от шторма но накатная волна была невероятно сильна и мы оставили эту попытку боясь что лодку разобьет окрутой берег тревожились где же наши братья наконец заметили их лодка то выны то вынырнет то исчезнет волнах оказалось что на их лодке залило двигатель а шторм разыгрался страшные силы захлестнула водой и у нас один двигатель не знали что предпринять списать бедствующих братьев спасать бедствующих братьев или самим спасаться спасать такое было побуждение в духе развернулись и пошли к ним навстречу несколько раз бросали им веревку чтобы зацепить и тащить на буксире но тут залило водой наш второй двигатель весла на лодке разбила в щепу грести нечем да и бесполезно в такую стихию мы понимали что враг душ человеческих желает погубить нас в буйных волнах но милость божья превыше его происков нас прибило к берегу наша лодка была залита водой больше чем наполовину если бы не господь еще немного и она затонула бы пять часов утра мы выходили на берег по холодной воде выше пояса до рыбацкой точки километров шесть бросить лодки нельзя разобьют волны а вытащить на берег нет сил почти два часа мы тащили вдоль берега от холода сводила судорога и ноги в душу вкрадывалось отчаяние и тут мы заметили в стороне маленький приток вода в нем спокойная штиль зашли туда как в тихую гавань откачали из лодок воду завели двигатели и обессилевшие приплыли на рыбацкую точку первое из третьего нас женщина с ружьем поди знай кто в такую рань плавает а это свои узнала на приходи проходите проходите я вам баню истопила удивительное дело разве она знала что мы прибудем баня это то что нам было нужно нужно продрогшие промокшие растроганные такой неожиданной заботой мы отогрелись поблагодарили бога побеседовали и подкрепившись тронулись в путь дорога была сложная реку продолжала штормить в шторм как известно топлива расходуется в полтора раза больше прибыв в поселок усть а вам мы узнали что бочка бензина в поселке стоит полторы тысячи рублей если не купить то проехать с благовестием дальше не сможем а деньги на исходе господь побудил взять бензин в долг у капитана катера он согласился чтобы мы с ним рассчитались когда приедем домой мы поблагодарили бога что запаслись топливом на дальнейший путь в усть а вами живут в основном нгана санны слушать слово божье они не расположены на богослужение не приходят поэтому мы ходили по квартирам общались с людьми лично благовествия в поселках мы всегда пребываем в посте зашли с братом в дом на окраине поселка женщина сразу стала накрывать стол мы кушать не будем постимся а мы будем поставив на стол спиртное властно сказала хозяйка потом схватившись добавила с похватившись и добавила первонаперво мы должны покормить печку понятно что женщина ошаманила вылейте лучше на улицу доброжелательно посоветовал я не желаю чтобы совершалось это идолослужение о правильно сейчас два часа дня как раз нужно тундру покормить деловито засуетилась женщина насколько осторожно нужно вести себя благовестником знать когда и что можно сказать для них поклонение тундре оказал оказывается лучше чем печки прошли по домам в поселке приглашая на богослужение но пришли только дети подростки и молодежь а также те жители которые каялись в предыдущие годы нашего благовестия нужно жить среди этих людей возможно не один год пока в их душах созреет истинное богоискание и внимая слову божьему наставлением они утвердятся вере далее благовествовали в поселках хатангского района где люди оставлены на выживание рыба там никому не нужна а другие продукты приобрести сложно почему в волочанку ваши проповедники переехали жить а к нам нет потому что нам жить лучше потому что там жизнь лучше спрашивали нас жители с некоторым упреком с индаска хуже чем у вас но проповедник там живет до живет но мы хотим чтобы у нас жили как расположены люди слушать слово божье в этом поселке а мы можем посетить их раз в год потому что таких поселков у нас 30 следуя дальше мы впервые посетили удивительный поселок хета два жителя которого ограбили банк для себя они ничего не оставили а все деньги раздали людям началось расследование все знают кто ограбил но никто не выдает заступаются они нас от голодной смерти спасли воров поймали но не судили жители с большой жаждой слушали спасительное слово дети переписывали и разучивали гимны и пели на богослужениях молились родители приносили и проводили детей для того чтобы помолились над ними и бог благословил их когда мы уезжали они утром пришли провожать и на прощание спели христианский псалом жизнь в поселке больше чем трудная сгорела дизельная электростанция в домах холод а семьи многодетные жители просили приезжать с проповедью евангелия еще в поселках расположенных долю рек дома стараются строить по на возвышении чтобы не достиг паводок подниматься 15-20 метров по крутому берегу с тяжелым грузом весьма обременительно мы брали с собой необходимое остальной груз оставляли в лесу возвращаясь с благовестия возле поселка коты рык мы зашли в лес за своим багажом а наши вещи оказались раздавленными разбросанными разорванными пластмассовая пятилитровая канистра с бензином смята бензин вытек ящик запчастями разбросан по-видимому побывала здесь росомаха или хозяйничал бурный бурый медведь мы поблагодарили бога что пришли в лес позднее хищников можно представить что произошло если бы мы встретились с ними лично в поселке усть-порт мэр выгони выгонял и вообще не давал проповедовать но мы продолжали служение перед уездом в поселке загорелся дом культуры и квартира где мы остановились квартиру затушили ведром воды а дом культуры общими усилиями потушить не смогли с помощью господа при молитвенном содействии детей божьих наших общин и всего братства мы при наших малых силах смогли как я уже говорил побывать с проповедью евангелия в 20 поселках за что весьма благодарны господу в общинах нашего братства на таймыре 84 члена церкви 10 из них приняли крещение в 1999 году о любич вестник истины духовно назидательный журнал союза церквей и хб евангельских христиан баптистов номер 2 2000 год страница 32 32 по 40 следующая статья воистину есть бог после благословенного общения благовестника в городе дедовске 14 15 января 2000 года мне предложили посетить церкви и группы детей божьих в отделенных селениях эвенки с братом который ехал в туру к семье к месту своего служения и с двумя молодыми братьями направляющимися для длительного труда на ниве господней в этих местах мы ехали поездом сначала до красноярска в тишине в совместных молитвах и беседах о слове божьем быстро пролетало трое суд пролетело трое суток господь подготавливал нас к предстоящим испытаниям и трудностям радостной но очень короткой была встреча со служителем красноярской церкви побывали на богослужении участвовали служение словом нам необходимо было приобрести билеты на самолет в туру но все билеты были проданы на 15 дней вперед а самолет совершает рейс только два раза в неделю господь положил на сердце побыть в посте и молитве об этой нужде провели день в смирении перед богом и получив подкрепление упование начали действовать просили администрацию авиакомпании дать дополнительный рейс на туру сначала нас и слушать не хотели мы продолжали молиться и дошли до заместителя генерального директора мы верующие люди объясняли мы и мы и молились богу чтобы дали дополнительный рейс рейс назначить не могу потому что в туре нет топлива на обратный полет беспомощно развел он руками желая убедить нас что мы просим невозможного он набрал номер телефона туринского авиапредприятия на звонок ответили сразу можете ли вы заправить самолет дополнительного рейса осведомился он и не веря своим ушам получил положительный ответ удивленный радостный он поспешно объявил о подготовке дополнительного рейса мы подарили ему евангелие поблагодарили за заботу и пошли в кассу покупать билеты на полу на полученный от господа рейс для пассажиров находящихся в аэропорту это было хорошим свидетельством о силе божией в туре нас встречали братья холод мороз деревья покрыты и огромным слоем колючего и не стоять стоят как неживые очень радостно разделять общение с теми в ком пламенеет дух божий чье сердце горит любовью к погибающим кто готов и в тяжелых северных условиях трудиться на ниве господней спустя четыре дня мы поехали на машине в поселок тут он чаны четыреста шестьдесят километров от туры посетить живущего там брата с семьей и по возможности рассказать о боге тем которых господь пошлет нам навстречу сообщение с поселком зимой только по воздуху летом по реке связи с нехваткой топлива вертолеты летают очень редко туринская церковь проложительное время молилась господу чтобы в это селение пробыли по реке до пробили по реке дорогу зимник господь ответил на их просьбу пока по такой дороге мы отправились на машине у вас за ночь преодолели около 300 километров когда стала расцветать впереди увидели поднимающийся туман местные братья определили что подъезжаем к наледи которые образуются в местах слияния рек в одно русло обычно основное русло реки замерзает раньше а вода впадающей реки растекается сверху по уже образовавшемуся льду если течение впадающей реки сильная то образуются полыньи с очень тонким ледяным покровом даже в самые сильные морозы в таких местах вода не замерзает вовсе вот перед таким препятствием мы оказались пришлось оставлять нагретую мотором машину и ломом проверять толщину льда сильный мороз ветер гонят по наледи острые как стеклышки снежинки стоять на месте опасно в машине могут перемерзнуть мосты даже работающий двигатель на глазах теряет температуру в машине все покрылось инеем стало невыносимо холодно мы постоянно находились в движении и держали двигатель под нагрузкой объехать полынью на уазике не было никакой возможности вокруг снег высотой более метра потихоньку пробиваясь по наледи мы шли на явный риск постоянно молились господу чтобы помог и сохранил вдруг раздался отрезка машина двумя колесами провалилась под лед но не очень глубоко попытались выбраться по пояс провали проваливаясь в снег рубили ветки на берегу и подкладывали под колеса толкали что есть сил но все было безуспешно на хоть находиться на морозном ветру становилось трудней зимнюю обувь промочили насквозь у одного брата побелел нос отослали его в машину и снова молились обращаясь к богу всемогущему сделали еще одну попытку и наша машина выехала на поверхности льда никто не хотел допускать мысль вернуться назад пытаясь нащупать дорогу осторожно ездили в разных направлениях вдруг снова раздался отрезка машина погрузилась воду всеми колесами здесь уже веток не подложишь и не станешь в воду при таком свирепом морозе в сердце и на устах мольба господи помоги движением автомобиля вперед назад стали разбивать лед и расширять полынью были моменты когда оказалось что мотор вот-вот заглохнет и мы уже не сможем выбраться но господь явил чудо после очередного раскачивания по полынье машина в с разгону выскочила на лед четырьмя колесами было такое впечатление как будто кто-то снизу подбросил ее почти на полметра благодарили господа за милость чем дальше мы продвигались по по наледи тем тоньше становился лед в одном месте лед затрещал у меня под ногами и я не успев даже испугаться оказался по пояс в ледяной воде братья поспешили на помощь но я выбрался сам и спрятался от мороза и ветра в машине снял промокшую одежду и надел ту что оставалось в запасе при преодолеть полынью не оставалось никакой надежды выбравшись машиной на более твердый пятачок льда мы стали кружиться на одном месте ожидая помощи от господа день уже клонился к вечеру отправляясь в путь мы читали из писания как господь понудил учеников своих отправиться на лодке на другую сторону евангелие от марка 6 глава 45 стих мы поняли что христос вопреки желания учеников заставил их отправиться в море чтобы явить чудеса и научить доверять ему господь и нас иногда побуждает идти туда где можно рассчитывать только на его помощь чтобы прославилась его великое имя продолжали молиться прося господа вывести из трудных обстоятельств неожиданно вдалеке засветились огни большой машины не доезжая до начала наледи она свернула в сторону и по снежным заносом пыталась объехать опасный участок снег был глубок и машина повернула в нашу сторону проехав с километр на всем ходу машина провалилась в полынью откуда без посторонней помощи ей не выбраться мы продолжали кружиться на одном месте ожидая когда господь явит нам свою помощь внезапно спустила переднее колесо пришлось невзирая на холод ремонтировать резина не выдерживает мороза и баллоны разрываются изнутри пришлось вставить камеру в рубашку и таким образом забортировать колесо только закончили эту работу видим еще два урала едут в нашем направлении свернув по следу первая машина оказавшийся в ледяном плену они занялись ее освобождением мы хотя и с трудностями но решили по их колее приблизиться к ним и здесь господь явил свое чудо выезжали из наледей без предварительной разведки лет трещал но мы выехали поблагодарили за благополучный исход и помолились за людей в машине попавших в полынью с большим трудом они вытащили ее и стали пробиваться через снег в объезд наледи мы попросили взять нас на буксир они смотрели на на нас как на безумцев но все же не отказали провести через трудный участок первая машина пробивала колею в снегу а вторая на толстом стальном тросе тащила нас почти волоком по глубокой колее выбравшись на хорошую дорогу мы поблагодарили господа и водителей они предупредили что впереди есть еще участок с наледями но ободренные помощью господа мы без сомнения отправились дальше были еще нелегкие участки но их преодолели без особых трудностей к тут анчанам подъехали ночью сто километров за целый день не зря братья говорят что северный отсчет времени другой радостной была встреча с братом трудящимся здесь его семьей для жителей поселка появление уазика стало невероятным событием один из них сказал воистину есть бог на таких машинах никто сюда еще не приезжал день провели в общении и беседах а вечером состоялась евангели и евангелизационное собрание во второй день на собрание пришло много подростков провели с ними беседу об избрании жизненного пути как хорошо когда в начале жизни человек делает правильный выбор и твердо встает на истинный путь служения богу на следующий день помолились и выехали в туру урал и пробили вокруг наледи хорошую объездную колею и мы проехали эту часть трудной дороге без посторонней помощи по пути заехали в поселок кучами хотя была ночь мы встретили нескольких жителей и засвидетельствовали им о боге подарили слово божье в туру вернулись к вечеру следующего дня благодарили бога свидетельствовали по местной церкви о всех его милостях с проповедью евангелия посетили поселок недым двадцать пять километров от туры разделились по два человека и обходили дома приглашая людей на богослужение кто соглашался кто отказывался люди порабощены пьянством развратом и другими пороками собрание назначили в местной больнице поскольку электричество в поселке дают по часам богослужение пришлось проводить при свечке пришли в основном дети и несколько взрослых дети начиная с пятилетнего возраста ругаются скверными словами успокоить их было невозможно прыгают бегают кричат одни выходят другие заходят не слушают пришел пьяный эвенг одет спортивный костюм а на улице минус сорок градусов кричал ругался хлопал дверью учинил драку когда его избили неверующие он схватил кушетку стоявшую в коридоре и начал бить по стенам возвращались в туру с печалью одно успокаивало что и это свидетельство не напрасно что из-за таких людей христос пострадал и также желает их спасения второе посещение этого поселка было успешным люди пришли трезвые слушали слово божие задавали вопросы господь отвечал на наши молитвы хотя сатана строил свои козни когда закончилось служение и мы вышли на улицу то увидели что с машины на которой мы приехали оторваны номера спереди и сзади разбитый зеркало заднего вида и фонарь по дороге спустила колесо запасного не было пришлось ехать на спущенном потом оторвался карданный вал неподалеку от туры пропал свет в машине в общем кое-как добрались до места и два дня ремонтировали машину 6 марта поехали в поселок кислокан 3300 жителей куда примерно полгода назад переехал для служения брат семьей местные жители и венки подозрительно и недоверчиво отнеслись к ним сначала они ходили различные слухи господь помог устроиться на работу брату сварщиком совхоз а жене в школу учителем географии с первых дней пребывания в селении они открыто возвещают о боге проводят служение у себя дома по милости божьей две души обратились господу с покаянием постоянно посещают богослужения взрослые дети мы познакомились пожилой ивенкой которая живет одна в дремучей тайге чум ее стоит на другой стороне реки примерно в трех километрах от поселка мы вы не бой и вы не боитесь диких зверей медведей волков спросили мы когда мне страшно я молюсь богу ответила старушка сердце этой восьмидесятилетней ивенки потянулась к теплу божией любви которую она почувствовала встречаясь с детьми божьими на каждое собрание на без опоздания приходит пешком с большим вниманием слушает слово божие любит простое христианское пение очень хочется чтобы и для нее не умеющий не читать не писать открылась спасающая истина божья в кислокане мы провели два евангелизационных служения господь благословил нас и снова по зимней дороге с немалыми трудностями возвратились в туру 15 марта побуждаемые господом отправились в поселок ванавару выехали из туры вечером на машине у вас по зимнику дороги пробитые паре по рекам из-за раннего потепления очень опасны но мы надеялись на господа путь пролегал через поселок кислокан которому мы добрались к утру по льду замерзшие реки следующий участок пути был более трудным дорога зимника сворачивала на берег и шла по профилю пробитому среди тайги мы то взбирались на гору то спускались в лощины деревья сплошным забором выстроившись по обе стороны делали дорогу узкой а видимость ограниченной зимний пейзаж однообразен и суров в машине нас четверо господь объединил нас в желании нести погибающим благую весть в дороге особенно часто мы пели гимн пустыне и греховной земной дорога пустынная на протяжении двухсот километров не встретили ни одной машины подъехали к реке лед на ней проломлен какой-то тяжелой машиной объехать нельзя кругом снег выше метра и сплошная тайга нужно въезжать в воду на поверхности которой плавают большие куски льда боимся что нашу машину затопит помолились богу и пошли мерить глубину примерно сантиметров 60-70 осторожно начали спускаться внутренние продолжали просить господа помощи несколько метров преодолели но гонимый бампер бампером лед нагромождался перед машиной и не давал двигаться вперед ничего не оставалось делать как лезть в воду и освобождать путь от льда четыре раза разбирали ледяные завалы конечно ноги промочили мороз поблагодарили бога что преодолели препятствия как могли прослушали просушили обувь отогрелись и продолжили начатый путь к вечеру дорога привела нас поселок стрелка чуня где благовествовали друзья из вановара встреча с братьями и сестрами была радостной мы присоединились к их служению в этот и следующий день присутствовали в основном дети и подростки господь отметила заслужение печатью своего благословения застенчивая девочка и венка лет 13 14 подошла к сестре и попросила уделить ее время для беседы сестра увидев ее переживания при предложила помолиться богу приклонив колени девочка попросила у бога прощения за свои грехи не пожелала уйти без прощения и заведующая медпунктом где проводилась служение поздно вечером мы совершили вечернюю господню вечерю господню какое счастье осознавать чудное соединение с нашим спасителем и со всеми спасенными утром следующего дня отправились теперь уже на двух уазиках вановару по божьей милости и при содействии его благодеющей руки 18 марта в ранний утренний час мы приехали на место в отличие от других мест сразу заметно что поселок благоустроен остановились в доме брата где проводятся богослужения для вановарской церкви приезд братьев события каждый вечер проходили служение церковь нашего братства в поселке тура несет ответственность за дело божье в факториях где есть верующие сейчас вывенки 55 членов церкви летом 1999 года пять человек приняли крещение из них четыре сестры и венки в поселках трудятся шесть семей переехавших из центральной россии сообщение между поселками очень плохое в туре постоянно проводится благовестия в труд в туб диспансере в общежитии училище один день в неделю работает вы нас выносная христианская библиотека в жизни братьев и сестер немало бытовых трудностей всего на 2-4 часа на 2-4 часа в сутки подается электроэнергия в некоторые дома вообще не подают печей в домах нет газа тоже радостно наблюдать что дети божьи переносят эти трудности без уныния и отчаяния и в таких суровых условиях усердно трудятся на ниве божьей яков скорняков следующая статья свердловская область бог называет на своими детьми и по свидетельству апостола павла воскресил с ним и посадил на небесах во христе иисусе посланник и фестинам 2 глава 6 стих но пока ангел не вострубил мы призваны совершать дело божье на земле возвещая его слово возвещать и радоваться что имена наши написаны на небесах имена недостойных грешников никогда негодных а теперь спасенных это великое чудо божье это истина становится особенно близкой во время евангелизационных собраний общаясь с неверующими нам дороже становятся духовные ценности и отвратительные мирские заботы в июле этого года прошло благой благовестия по нижнесергинскому району совершать его помогали дети божьи из михайловской общины охватили два города нижние серги и михайловск а также были близлежащие поселки и деревни расклеивали объявления но заметили их мало кто читает или вовсе срывают до усталости ходили по домам квартирам приглашая на евангелизационные собрания слово воспринималось большим интересом в трех местах после благовестия будут проходить постоянные служения по изучению слова божьего не обошлось и без противодействия были встречи с представителями власти но бог дал мудрости силу свыше слава ему провели около 20 богослужений очень часто слушатели задавали вопрос вы действительно такие в жизни как говорите или вас попросили за деньги к нам приехать сегодня люди услышают слова смотрят на жизнь проповедников так ли они живут как куча и когда убедятся что их не обманывают начинают верить слову свидетельства в этом году свердловской области прошли детские христианские лагеря отдельно для мальчиков и девочек что принесло благословенные результаты с трудностями идет строительство молитвенного дома в екатеринбурге но и здесь все упование на господа и его помощь в работе с молодежью господь дарует добрые плоды постоянными стали ночные молитвенные бдения это положительно сказывается на духовном состоянии как молодых христиан так и всей церкви алтайский край время неумолимо отсчитывая минуты и часы несет нас к завершению земной истории для любящих господа становится все яснее что близок всему конец все отчетливее видны признаки последнего времени одним из них является то что люди не принимают здравого учения и по своим прихотям избирают себе учителей которые листят их слуху второе послание тимофею 4 глава 3 стих почему люди отвращают слух от истины лучший ответ дает библия потому что они не приняли любви истины для своего спасения и за сие пошлет им бог действия заблуждения так как они будут верить лжи второе послание фессалоникийцам 2 глава 10 11 стихи в том что народ верит басням виновен не бог кто отвергает предложенную ему с любовью и истину тот ставит себя весьма опасное положение он остается вне истины и погружается в царство лжи бессмертная душа такого человека обречена на бесплодные поиски смысла жизни на облуждание по бесконечным перепутьям лживой философии она становится легкой добычей разного рода учителей слепых путеводителей оба озабоченных только приобретением последователей они сами идут дорогой в погибели увлекают за собой неутвержденные души такие мысли были у членов группы благовестия совершивших служение минувшим летом 2000 года в селе осямовки бурлинского района алтайского края шесть дней с 4 с 4 по 9 июля стояла там евангелизионная палатка однако послушать проповедь о спасении мира и спасителя мира иисусе христе приходило человек пятнадцать двадцать слушали пастор настороженно с какой-то опаской на вопросы отвечали односложно трудно было найти с ними хоть какой-то контакт дети вели себя более свободно охотно брали книги в христианской библиотеке слушали библейские истории и рассказы о жизни верующих участвовали в детских служениях удивителен наш господь его долготерпение любовь к людям никогда не перестанут изумлять и радовать как долго он труд трудится над строптивыми грешниками люди сопротивляются отворачиваются от бога и даже бегут от него а он нежно зовет вновь и вновь как хотелось чтобы грешники не пренебрегли божьей любовью одна женщина уже каялась когда было благой благовестия в бурле но потом вернулась к прежней греховной жизни и уехала в другое село но здесь она снова встретилась с благовествующими она побеседовал они побеседовали с ней и в последующие вечера она приходила в палатку со своими детьми велика милость господа он не отворачивается сразу тех кто отвернулся от него запомнилась и другая встреча пожилой человек в аварии разбил машину покалечился через время у него сгорел дом от потрясений заболела и умерла жена остановись человек пересмотри свою жизнь и и в смирении склонись перед искупителем после первой беседы он поинтересовался как начать новую жизнь но не покаялся я добиваюсь выезда в германию надеюсь там меня подлечит нет покой страдающей душе не найти ни в европе не в америке он обретается на голгофе и кто отворачивается от голгофского страдальца тот начинает верить басням это непреложный духовный закон дважды в палатку приходила директор местной школы она препода преподает валеологию ее воспитанники удивляют всех в районе необыкновенной закалкой умением ходить по битому стеклу и другими чудесами вы не пришли бы в школу рассказать о боге а то священник отказался попросила на проповедников благовествующие предупредили ее об опасности колдовских методов обучения на следующий день она пришла до начала служения и откровенно призналась что уча других сама нуждается в том чтобы кто-либо указал ей правильную дорогу и что нет покоя ее сердцу придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас евангелие от матфея 11 глава 28 стих читали ей и другим слушателям проповедники слова божия полная силы и утешение директор школы сидела впереди слушала потом пересела ближе к выходу и через время вышла из палатки и больше не приходила по окончании благовестия каждое воскресенье в осямовке проводится служение для желающих слушать слово божие в последнее время как уже упоминалось выше люди все больше отвращают свой слух от истины и верят лжи это налагает на верующих большую ответственность говорить о господи и не умолкать и жить так чтобы для спасения людей было сделано все зависящее от нас красноярский край впрочем близок всему конец и так будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах призывает апостол петр в первом послании 4 главе 7 7 стих близок конец жизни на земле а значит недалек тот час когда завершится время благодати и окончится пробью проповедь евангелия поэтому детям божьим нужно поспешать благовествовать доколе есть день приходит ночь когда никто не может делать его или от ивана 9 глава 4 стих ибо кто постыдится меня и моих слов вроде всем прелюбодейном и грешном того постыдится и сын человеческий когда придет в славе отца своего со святыми ангелами евангелие от марка 8 глава 38 стих кто не успел ревностно подвязаться в деле проповеди евангелия чрезмерно отвлекался на земные дела тому придется отвечать перед господом жатвы господином жатвы за то что не исполнил его поручение группа отружеников прибыв на двух машинах в поселок вершина те и шесть тысяч жителей встретилась журналистской работницей телевидения вы такое благое дело делаете я помогу озвучить ваше мероприятие вас же что-то побуждало сюда приехать господь побуждал а почему вы выбрали вершину те и потому что здесь никогда не проповедовалась евангелие вот об этом скажем сказать вот об этом скажите в микрофон настойчиво предлагала женщина телевидение это грязный источник вы высветите проповедников в таком свете как вам выгодно отказались благовествующие в поселок по своим делам прибыл работник районная прокуратура в беседе с братьями он пояснил там где вы стану там где вы остановились натягивайте палатку и проводите свои богослужения в этом нет нарушений закона уберите с проезжей части машины и все земля муниципальная она принадлежит всему этому району любой его житель вправе расстелить здесь одеяло и загорать и никто не имеет права его потревожить разумеется если он будет прилично себя вести несмотря на возражение работников милиции братья установили палатку и провели первое служение затем в переполненной палатке проходили богослужения для детей вечером приходили жители вопросы звучали не только мир не только мирные скажите где справедливость где бог негодуя кричалила женщина в один миг молния убила моих четырех братьев когда люди ослоблены трудно склонить их к смирению перед богом к осознанию грешной бессмысленной жизни молодежь в поселке весьма растленно но есть среди них и чуткие души две девушки взволнованные и растроганные услышанным на богослужении молча подарили проповедникам по цветку душистых флокс понятно что этим жестом они выразили свою благодарность совместно служению благовестия повсеместно служению благовестия немалую помеху создавали пьяные в группе благовествующих был брат которого бог наделил способностью влиять на нетрезвых спокойно кивнет чтобы они шли к выходу и те послушно выходят такой страж оказывает необходимую помощь служение но употребившие спиртное все же создавали немалую напряженностью в и днем и ночью однако благодарение христу слова его касалась и замученных сердец как растрогла меня проповедь я ощущал внутреннее побуждение но что-то удержало и я не смог выйти вперед откровенно признался средних лет мужчина другой вышел каяться первым господь иисус прости меня сказал он и вернулся на место взял какую-то книгу и странный предмет все это принес и положил на стол за которым сидели проповедники книга оказалась оккультной а предмет безобразный на вид корень неизвестного дерева по-видимому тоже был оккультный покаявшись человек добровольно освободился от них как хорошо что вы приехали у меня погиб муж я спиваюсь прахом бош пошло мое высшее образование три раза меня вытаскивали из петли сын алкоголик я хочу изменить свою жизнь помогите изливала душу потерявшая всякую надежду женщина можно с вами поговорить не смело спросил мужчина поздним вечером помогите подскажите что делать жена пьет без конца занимает деньги я работаю только на ее долги она разгульная к детям меня не допускает плачет я не могу без детей думаю о самоубийстве кто услышит крик этих крайне угнетенных душ кто поймет их мучения кто укажет им на источник утешения как нужны здесь вестники божьи как прекрасно будет их служение в конец в конец отчаявшимся людям обманутым сатаной как велика награда божья тем кто явит верность и усердие в малом он над многим поставит их километрах в сорока от вершины теи расположен поселок без камжа где благоествующие встретили совершенно иную обстановку никто не чинил препятствий палатку установить пожалуйста электричество подключить нет проблем созданы все условия а люди не идут слушать евангелие скорбью наполнило сердце благовествующих никто не был рад этому мертвому спокойствию пусть бы нас стеснили со всех сторон только были люди приходили в палатку искренне молились труженики на второй и третий день благовестия лед тронулся люди заинтересовались проповедуемым словом но тот кто ходит как рыкающий лев ища кого поглотить проявил всю свою ненависть на заключительном служении во время призыва к покаянию в палатку вошел пьяный полураздетый человек здравствуйте я целый километр шел к вам с кулаками приступил он к проповеднику я жену убил она ушла я друзей бью они от меня отказались я злой я бы тебя сейчас избил шумит четверо слушателей вышли из покаяния какая помеха врага душ человеческих в общем жители без камжи так и остаются глухими сердцем те немногие кто устремляются к истине переписываются с верующими города абакана поселок берег чуль протяженностью 11 километров расположен в ущелье между гор братья проехали по нему с громкоговорителем всех приглашая послушать слово божье на детское служение с удовольствием пришли 50 детей а взрослых вечером пришло мало видимо когда с людьми беседуют непосредственно приглашают их лично отношения складываются доверительней доброжелательней пригласили на собрание старичка а он вы к старушке моей проедите с ней поговорить и пошли она парализована предложили ей трактат взяла стали беседовать она словно опомнилась так вы верующие да а я думала вы агитируете за кого голосовать тогда возьмите возвращает трактат он мне не нужен в поселке шалоболина живут брат и сестра члены церкви в курагина группа тружеников одиннадцать братьев и шесть сестер проезжая по селу обращалась через громкоговоритель уважаемые жители села вас посетила группа верующих которые желают провести у вас богослужение она будет проходить в центре села в такое-то время библия говорит говорит что мы ему мы живем в последнее время когда будет проповедана евангелие по всему лицу земли сегодня слово божье достигло вашего далекого села приходите послушать самую важную весть наступит время когда люди будут ходить от моря до моря в поисках слова газ господнего и не найдут сегодня это слово еще проповедуется в палатке на вечернем служении разместилось около 70 человек многие стояли на улице а концу собрания людей подошло еще больше в село щетинки на пришлось 40 километров ехать по бездорожью где проходят только огромные белазы они из карьеры возят чебень а машина на которой ехали и благовествующие небольшая ниже колеса белаза доехали до спуска в карьер а дальше таежная дорога даже не пытайтесь отговаривали бывалые шофера не проедете что делать не возвращаться же и братья поехали до щетинки на оставалось 12 километров когда машину засосала в глубокую рытвину с илом на дне два с половиной часа ее откапывали толкали бесполезно далеко в тайге послышался гул а потом появился окрас разминуться невозможно несколькими крепкими рывками он вытянул машину но метрах в тридцати их ожидала такая же западня проведите маш проведите нашу машину еще и через этот опасный участок попросили братья что это у вас за туризм по грязи и ямам поинтересовался шофер мы верующие и едем село рассказать людям о боге проедем мы дальше для этого дела вы проедете ободрил шофер вы совершили ошибку обижая выбоину по краю доброжелательно разъяснил разъяснял он везде где есть подобные места проезжайте прямо по центру и не застряните как оказалось дно иных ям было устал на большими камнями машины скрижетчут минут они днище у второй нашей машины разорвала камни чехол вымыла смазку пришлось брать ее на буксир при въезде на мост составлены из двух кузовов белаза была высокая колея из глины сантиметров 50 если войти в нее застрянешь брат шофер направил машину рядом с колеей и она пошла под откос а внизу ручей чтобы предотвратить падение машину остановили и ни назад ни вперед братья не отчаялись переоделись стали искать бревна шпалы чтобы под под домкратить машину и тут подъехали мотоциклисты здесь нельзя было ехать объясняют нужно было рядом с мостом попробовали проехать глубоко и страшно машина дизельная нельзя чтобы в воздухоочиститель попала вода два часа мучились пытаясь поднять машину припекло солнце мошкара есть его воды на лету впиваются чем жарче становилось тем не милосерднее они жалели попросили проезжающего мотоциклиста помочь не раньше часа буркнул он и умчался и действительно через время появился мощный как танк трактор зацепил машину и выдернул провел через следующие ямы разгрейдировал дорогу по мосту дальше благоествующие с трудом поднялись в гору на которой ливнем вы мало камни по этой дороге можно было только идти пешком или на машинах с высокими колесами но братья все же пробирались оставалось несколько километров и снова мост на сей раз деревянный и весь в громадных дырах снова латали дыры бревнами и с опаской проезжали въехали в деревню своим ходом но как встречали жители в ней триста шестьдесят два человека моментально сбежались самые любопытные к нам проезжают только урал и газы а вы на легковых вот диво где центр села спросили первую встречную женщину в руках у которой была стопка журналов сторожевая башня и здание религиозного течения свидетелей и гола а вы для чего к нам приехали проповедовать слово божье что вы читаете если не секрет для вас это не интересно а все же вы не могли бы отдать их нам нет нет установили палатку на ровные площадки недалеко от школы прикрепили тексты священного писания и решили отдыхать так как дал до предела устали в три часа ночи свист крик пьяные парень с девушкой пытались ворваться в палатку переговорили с ними пригласили на богослужение легли спать селе тяжелая атмосфера как будто все демоны сосредоточились на 1 на над ним чтобы ни в коем случае не дать прозвучать здесь слову спасения больницы в селе нет бедность продукты не завозят хотя спиртное всегда есть трудно встретить трезвого человека сплошное растление в которое вовлечены и подростки и дети проповедникам открыто угрожали ждите ночью мы вам зададим напряжение испытали невероятное братья нам уходить некуда вы уехать мы не можем машина неисправна нам нужно положившись на господа оставаться ободряли дружину труженики друг друга оставили на ночь дежурных и спали хулиганы подходили видели бодрствующих и не трогали рано утром торопливым шагом пришел взволнованный заместитель главы администрации живы ночь прошла спокойно слава богу все хорошо по селу пустили слух что проповедники похищают детей но служение проходили дети оставались довольны и приносили домой духовную литературу одна девятилетняя девочка подошла к палатке руки прячет за спиной можно вам цветы подарить и не смело протянула букетик полевых цветов нам сказали что вы верует воруете детей мы так боялись я был у вас слушал за душу берет содрогаясь от из искренних слез признавался трезвый на сей раз мужчина он отсидел в тюрьме 21 год поблагодарил взял евангелие на прощание обошел кругом палатку и жалкий побрел домой что его ждет очередная рюмка и снова пьяный угар драки и бездатно бездонное отчаяние кто скажет ему слова святого утешения несколько раз утром и вечером проходил мимо палатки другой подавленные грумы мужчина разговаривать не хотел в последний день все же осмелился помогите мне душа у меня болит служил в афганистане я негодный человек я очень плохой человек он вел себя в селе вполне прилично никто о нем ничего плохого не говорил а в душе он чувствовал тяжелое осуждение совести мы уезжаем но помолиться о тебе можем благовествую благоествующие окружили его и сердечно помолились богу чтобы услышал стон его души сердце сжималось от внутренней боли от страдания к людям томящимся под бременем греха вспоминали благовествующий жители выходили из домов махали руками на прощание проезжая мимо станции мы увидели дежурную которая никого не стесняясь любезно махала нам рукой мы будем вам писать письма приезжайте тяжело было расставаться три последних дня евангелизации светили христовую провели в селе чебежек чебе чебежек чебежек после предыдущих дней трудно было сказать где на при на где напряжении всего оказалась остановка палатку установили у школы но как выяснилось рядом находилась дискотека несколько выставленных скамеек привлекли внимание пьяных парней узнав кто приехал и зачем они разъярились знаешь меня совесть вообще не судит я убивал людей мне прощения нет я ночью все перевернул вас и разгромлю угрожал один из них наступала ночь укрыться негде уставшие труженики нуждались как никогда в духовной поддержке и невольно спрашивали друг друга помолится ли кто-то сейчас о них помолились предали все в руки божьи поставили сторожей и легли спать ночь прошла спокойно но не потому что угрозы оказались пустые бог защитил своих детей оказывается 17 подростков сговорились причинить зло прибывшим их подстрекала 18 который убивал людей для этого они еще сильнее разгорячились спиртным но один из уголовников он держал в страхе все село отговорил их а потом парней разморило и они уснули кто где на утро пришли в себя хорошо что ты не допустил нас сделать зло этим людям благодарили они своего собутыльника но здесь проявлялась явная защита господа жители села не знают покоя ни днем ни ночью от пьяных подростков они бьют окна гравят уводят молодых девушек кто сопротивляется могут ранить или убить на этом мрачном фоне разгульной жизни отрадную картину представляли только дети которых учителя приводили на богослужение впервые в жизни они слышали истинное слово о боге творце о сыне божьем иисусе христе с каким удовольствием разучивали христианские гимны да и учителя не переставали восхищаться доступностью изложения евангельских истин их глубоким содержанием на заключительном богослужении звучал призыв к покаянию трое грешников осознали что нуждаются в прощении умилили сердцем слушая спасительную весть хочется верить что это действительный плод покаяния слыша молитвы кающихся односельчан трезвые парни и девушки были растроганы не хотели расставаться с проповедниками просили адрес молитвенного дома в бакане молодые люди не говоря уже в среднем возрасте и о престарелых утомлены и удручены бесцельной пьяной жизнью а выхода не видят и некому им указать на христа прощающего грешников и наполняющего жизнь достойным смыслом люди устали от внутренних терзаний от душевной тоски по лучшей жизни не на таки не над такими ли изнуренными и рассеянными овцами сжалился свое время христос не таких ли повелел искать по дорогам и изгородям сколько их у вечных хромых и слепых прозябают вдали от отчего дома их велено искать увещевать убеждать прийти то есть употреблять усилия чтобы вести ко христу евангелие от луки 14 глава 23 стих не оправдана ни одна из причин промедления исполнить поручение христа кто услышит стон погибающих кто позовет их на пир вечной радости пойдем спасать заблудших пойдем к ним с доброй вестью небесного отца идите ибо уже все готово луки 14 17 пойди скорее луки 14 21 на севере до середины августа длится полярный день ночью светло так же как и днем за короткое полярное лето цветы бывают вырастают в человеческий рост днем может стоять жара до 30 градусов а ночью температура опускается почти до 0 градусов иногда даже в июле могут быть заморозки снег в этом году на обской губе лед сошел только 25 июня 3 июля мы четверо братьев из надымской церкви отправились с благовестием по поселкам вдоль рек надымского района катер и лодка с прикрепленной надписью благая весть были нагружены духовной литературой топливом продуктами необходимыми вещами всего около двух тонн с первой с первой же стоянки в 150 километрах от надыма капитана катера и неверующего человека отозвали на работу дальнейший путь мы совершали сами всецело уповая на помощь и защиту господа катер обслуживали тоже сами прося у бога совета и мудрости и бог удивительным образом помогал нам проходя по рекам останавливались у каждого чума и домика но на прежних стоянках не находили жильцов спрашивали у рыбаков но и те не знали раньше коренные жители группировались в поселке а теперь стали уходить глубже в тундру избегая общение друг с другом мы молились чтобы разыскать их стойбище и бог направлял наш путь туда куда нужно с удивительной точностью мы находили их на новых местах посетили 60-летнего ненца с которым знакома уже лет 7 в осеннее наводнение у не унесло его теплые чумы оленях шкуры ему пришлось зимовать в брезент вам а мороз достигал иногда до минус 38 градусов живет он один единственным утешением ему служит детская библия которую он читает он рассказал что его сын когда приезжает ставить сети для рыбы в ожидании улова сидит в палатке читает новый завет господи помоги им познать тебя как спасителя помолились мы на одной из рек мы нашли сразу три чума в них жили родственники они были трезвы и с радостью приняли нас ищите найдете эти слова христа стали особенно близки нашему сердцу мы радовались когда находили то один то другой чум чтобы свидетельствовать о господи новым людям особенно приятно проповедовать о христе детям бескорыстные детские сердца с радостью принимают слово божье среди ненецких детей много сирот родители которых или погибли или утонули кое-кого из сирот приютили родственники мы молимся о них постоянно потому что никому о них ходатайствовать некому они ходатайствовать перед богом дети получая от нас христианские книги несли их в чумы и заинтересовал заинтересовывали взрослых намереваясь плыть дальше мы попали в маленькую реку издали увидев моторную лодку мы подумали что люди отдыхают или ловят рыбу но подойдя поближе заметили что находящийся в ней взволнованные просят нас остановиться оказывается они заблудились и долгое время не могли найти нужную дорогу со слезами радости они приняли слово божье христианские трактаты мы нарисовали им план пути и посоветовали если вы все-таки не найдете дорогу молитесь живому богу он вам поможет они сердечно благодарили нас а мы попрощавшись благодарили бога за то что могли засвидетельствовать о господи попавшим в беду людям мы не намеревались плыть по этой речке и поняли что сам бог направил нас мы заблудившимся затем посетили пожилую уверовавшую ненку которая не понимает по русски в скромном еще и и жилище не нашлось даже табуретки чтобы присесть брат читал слово божье а брат ненец переводил в начале лицо сестры было печальным но услышав слова христос она просияла и стала радостно повторять христос христос помолившись об этой одинокой сестре мы передали ее в руки божьей чтобы он сохранил ее в уповании до конца и она не изнемогла в вере подай подойдя к одному из заброшенных поселков мы увидели стоящий на мелика и катер с нефтеналивной баржей капитан попросил стащить судно воду мы совершенно не знали как это делать но надеюсь на милость божию согласились помочь и с большим трудом сняли с большим трудом сняли его с мели благодарный капитан пригласил нас в каюту и рассказал о пережитом в обской губе я попал в такой шторм какого мне не доводилось еще видеть отказал двигатель и катер стал неуправляем посылал сигналы бедствия но проходящий теплоход спасая жизни жизнь своих пассажиров отказался помочь тогда я начал не просто молиться а кричать к богу и бог послал небольшое судно которая вывела нас из стихии мы подарили ему слово божье много беседовали радуясь тому что он знает скоро помощник скорого помощника в бедах встретившись с капитаном другого катера мы желая за свидетельство тему христе спросили как вы относитесь к богу когда мой катер сел на мели я молился богу никто мне не мог помочь я был совершенно один три раза я выходил на палубу становился на колени и просил боже пошли ветер чтобы пришли чтобы пришла вода через трое суток подул сильный ветер пришла вода я отправился в дальнейший путь для нас было большой радостью слышать что люди кажется совершенно не знающие бога в трудных обстоятельствах взывают к нему и он слышит их мы же снова и снова благодарили бога за встречу с людьми за возможность объяснить им путь господи не подарить слово божие на пути и у нас было много опасностей приходилось плыть и ночью по узкой реке в густом тумане включили все огни но видимости никакой чтобы не столкнуться со встречными лодками двигались медленно постоянно подавая звуковой сигнал сами напряженно всматривались белое молоко тумана мне кажется что впереди стрела крана забеспокоился брат откуда на этой маленькой реке может оказаться грузовой кран сбавили ход приблизились действительно большой корабль с краном он привез в поселок дрова причалить к берегу чтобы разгрузиться невозможно мы по мы благодарили бога что не столкнулись с ним около семи часов мы плыли в сплошном тумане почти на ощупь молились богу и он провел нас безопасным путем двое суток днем и ночью над местом нашей стоянки сияла переливаясь неповторимыми красками радуга одного берега на другой был словно перекинут мост который живо напоминал нам о непреложном божьем обетование да нам впервые ною я полагаю радугу мою в облаке чтобы она была знамением завета между мною и между землею бытие 913 и для нас радуга была свидетельством того что бог с нами это ободряло нас в служении и благовествование в этом суровом северном крае каждый день мы поименно молились о тех с кем бог даровал нам встречу чтобы они приняв от нас в подарок слова господня читали его и приближались к богу были и те которые не брали христианские книги и отказывались слушать о господи мы молились и о них чтобы бог нашел дорогу к их сердцу за время благовестия в тундре мы встречались с рыбаками и оленеводами ненцами коми изредка хантами коми ведут оседлый образ оседлый образ жизни с удовольствием слушают о боге но остаются приверженцами мертвой религиозности в этой евангелизационной поездке мы заметили что знакомые нам ненцы охотнее принимали свидетельство о христе от новых людей с нами в этот раз был брат ненец которого они видели впервые вот так по одному человеку по 2 кое-где и больше живут в отдельных тундровых поселках и одиноких чумах ненцы которые полюбили иисуса понуждались в спасении о них нужно не только молиться но и постоянно посещать их оказывая духовную и материальную помощь так как они живут в проголодь пытаясь одной питаясь одной рыбой вяленую несоленую рыбу они едят вместо хлеба служение богу это всегда жертва уезжая на благо на благовестие один из наших братьев оставил дома жену с двумя детьми один из которых нуждался в госпитализации а второго не с кем оставить заменить брата было некому помолившись он утвердился в том что дело благовестия оставлять нельзя и отправился в путь а когда вернулся жена светилась радостной улыбкой в первую же ночь после твоего уезда дети крепко спали а на утро началось выздоровление его на крестителя когда он совершал служение спросили кто же ты что ты скажешь о себе самом он сказал я глаз вопиющего в пустыне евангелие от ивана 1 глава 22 23 стихи сегодня этот вопрос стоит перед каждым христианином что мы скажем о себе о своем служении что сделали для христа для спасения грешников когда каждый член церкви исполняет то для чего призван богом тогда возрастает церковь умножаются ряды братства и евангелие христово проповедуются по всей земле пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи нищих у вечных хромых и слепых евангелие от луки 14 глава 21 стих о если бы каждый христианин в послушании исполнил это повеление евангелия чтобы охотно подтвердить господин исполнено как приказал ты следующая статья исполнить волю божью прошло немного времени с тех пор как мы уехали из родной церкви но успели уже соскучиться или вернее сказать умножилась любовь к братьям о которых каждый день воспоминал вспоминаем и вместе с давидом говорим к святым которые на земле и к дивным твоим к ним все желание моё псалом 15 стих 3 у нас на чукотке в поселке марки он основан в 1946 году пока все тихо и спокойно особых трудностей нет таких как в туркмении или в других местах для наших братьев за имя господа арестовывают обыскивают и штрафуют но духовная борьба за души не прекращается я прописан здесь но беспокоился пропишут ли жену с детьми прилетев в анадырь мы увидели чудную руку божию нам выписали пропуск на два года вместе с церковью в анадыре благодарили господа за это со всей семьей пробыли у них почти месяц радовались с народом божьим делился словом жена играла детишки пели много стихов рассказывали вместе нам было хорошо но нужно было добираться в марково на помощь призвали господа и братьев которые пришли пешком через замерзший лиман и помогли в маркове два месяца стояли морозы до минус 46 градусов дома нормально но когда проходит служение библиотеки хотя и одеваешься потеплее за два часа все равно остываешь с библиотекой стоим возле хлебного магазина это самое посещаемое место все все нуждается в хлебе на сущном но удивительное дело хлеб жизни слово божье которое бесплатно предлагается брать не хотят боятся друг друга сковывает ложный стыд люди ожесточены говорить о боге с ними трудно богатые отказываются зачем мне бог у меня всего хватает а бедные ропщут зачем мне бог мне кушать нечего тем не менее есть искренние души с которыми беседуем денег рабочим почти не выдают хлеб дают по спискам в месяц можно покупать на 300 рублей кто съел этот хлеб за неделю остальное время должен жить как придется у многих и хлеба нет он стоит 19 рублей килограмм живут в глубочайшей нужде в магазине все дорого но не потому что кто-то взвинчивые цены просто перевозка дорогая конечно условия жизни нелегкие но самое удивительное что люди лишенные самого необходимого к богу относятся очень плохо цепи неверия настолько их сковали что они совершенно безразличны к своему будущему в потустороннем мире им лишь бы здесь как-нибудь дотянуть до могилы как говорят некоторые в квартирах не прохладно а холодно не завезли топлива для котельной и поэтому его экономят топят только для того чтобы не разморозились трубы батареи в квартире холодная и только когда мороз достигает минус 40 батарея становится чуть теплее детишки в доме ходят одетые и валенках электричество дают каждый день с 18.00 до 23.00 за это слава богу раньше люди вообще не имели понятия об электрическом свете пищу готовили на электроплитах а чай кипятим в электричайниках жители устанавливают в квартирах печки трубу выводят на улицу через форточку думаю сделать небольшую печку чтобы подогревать еду днем на богослужении все сидят одеты однако несмотря на холод никто не болеет и верим что не заболеет а если что и допустит господь только благу материальные трудности не тревожит ничуть неудержимо одно желание исполнить волю божию и совершить дело на которое послал господь через церковь пусть в квартире не будет света лишь бы во многих сердцах грешников засиял свет спасения чтобы они обратились от тьмы к свету от власти страны к богу на улице холодно в квартире холодно а в душах людей еще холодней скоро слы солнышко теплом согреет чукотку но как согреть души людей как просить господа чтобы он растопил лед неверия в равнодушных сердцах приглашаем на богослужение приходите пожалуйста побеседуем помолимся но людям некогда заботиться о бытие чтобы накормить и согреть тело этот прах земной но слава богу сегодня помимо нашей семьи есть в маркове еще три души искренне любящих господа и переживающих рождение свыше переживших рождение свыше самый первый живой камешек 17-летняя девушка она еще учится в школе и переносит много насмешек и поруганий не только от одноклассников но и от преподавателей ее мама сначала противилась истине и старалась причинить ей боль но господь совершил чудо она покаялась теперь они вместе радуются и молятся чтобы их родные и односельчане могли обратиться от мертвых илов к живому богу они как самарянка свидетельствуют о господи всем близким и знакомым господь оказал милость и 58-летнему мужчине который всю жизнь мучился в этой грешной жизни искал истину и слава богу нашел спасение он часто в собрании молится господи я всю жизнь искал тебя наконец приехали верующие рассказали о боге и мне так хорошо на сердце как я хочу чтобы и мои односельчане уверовали став на истинный путь есть еще души находящиеся недалеко от царства божия но земная суета пока держит их прежде чем сюда пришло истинное благовестие харизматы посеяли заблуждение как сорняк растет очень быстро так молниеносно распространяется и ересь жаль души попавшие жаль души жаль души попавшие под обольщение их умы ослепил сатана и они не принимают истинного благовествования местные харизматы ничем не отличаются от мира сего их служителя работник клуба на праздниках пляшет на сцене так что даже неверующие возмущаются какой же он верующий апостол петр говорит что через них путь истины будет в поношении второе послание петра вторая глава перу 2 стихи при встрече с ними приходится разъяснять им здравое учение приглашаем на служение но мне кажется что легче обратиться к богу неверующему человеку чем попавшим заблуждение большая ответственность лежит на тех кто поехал жить и трудиться в отдален в отдаленные места среди не знающих бога жители наблюдают за каждым нашим шагом одно неосторожное слово или дело завтра весь поселок будет знать и да еще и искаженный в искаженной форме поэтому нужно быть предельно осторожным во всем пассажирский самолет летает в марково раз в две недели но иногда из-за непогоды бывают задержки сложнее обстоит дело с поселками которые вокруг нас туда трудно добраться так как рейсовых вертолетов нет только санитарные по причине несчастных случаев расстояние до ближайших поселков сто двести километров как будто и недалеко но все равно пешком не дойдешь тем не менее невзирая ни на что нужно с божьей помощью и туда когда-нибудь плыть или ехать или лететь чтобы и там проповедовать передайте от нас привет всей церкви благодарим за молитвенную материальную поддержку примите также привет от уверовавших друзей поселка марково молитесь о нас чтобы еще многие могли уверовать вестник истины номер 4 2000 год страницы 29 по 37 с дуденков и вот как описывается миссионерская работа католических иезуитов когда индейцы уже были крещены насильно то было замечено что они в лесу снова молились своим богам был дан приказ уничтожить всех как совратившихся в ересь в бразилии уничтожительная война против индейцев в провинции менасе продолжалась до новейшего времени еще ныне существуют люди для которых охота за индейцами составляет величайшее наслаждение и которые дрессируют для этого собак трофеями своего подвига принес 300 ушей бесчеловечно умершленных индейцев в микс в местечке санта матеус на юге от мукури в 1848 году в моряне и восьми лигах от сана жозе де порту аллегре почти совершенно уничтожено племя шипорока вокруг света 1867 год когда наполеон сосланный на остров святой елены доказывал величие христа своему генералу который перебывал который пребывал с ним в чем разница поклонение какое воздают христу императору то добавил если вы этого не поняли то я жалею что поставил вас генералом так и мне хочется сказать в конце этого материала что если вы не поняли в чем суть миссионерство и где она есть а где и не слыхали о нем когда это прочитали то я желаю что потратил то я жалею что потратил столько времени и бумаги на вас